Бисм-ля-лау, ассалату ассаламу аль-расоли ла, аль-а-ляхи и сахбихи, ам-ан-я, ам-ан-ба'ад. Имам Мухаммад бен Наср Мурвази, один из имамов салав, у него есть книга «Каям у Рамадан», в которой он подробно расписывает ахкамы, связанные с ночной молитвой в месяце Рамадан. И одно из первых, что он упоминает, это приводит хадисы, которые доказывают то, что посланник Аллаху выставил ночную молитву, выставил молитву, Рамадан выставил тарави. Почему хотел обратить я на это внимание? Потому что известно то, что многие суфи, заблудшие суфи, они заявляют то, что можно вносить что угодно в религию и аргументируют на это то, что Омар якобы придумал молитву тарави и сказал, что это хорошее нововведение. И аргументируют этим на то, что все, что человек считает хорошим, он может добавлять, вносить в религию Аллаха. В то время как это противоречие Кур'ану, Аллах сказал, Разве у них есть какие-то сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, что не разрешал им Всевышний Аллах? Этот аят является доводом на то, что кто узаконивает в религии то, что не разрешал Аллах, тот совершил ширк. И поэтому ученые сказали то, что беда, нововведение это является ширком, является ширком. Однако то есть то, что из этого скрыто и так далее, то прощается по Тауилю, помимо явных вопросов. И противоречие Сунни, конечно, то, что посланник Аллаха сказал в известном хадисе Ирбада Ибн Сари, сказал «Алейкум бессоннати, в соннатель хулафа и рвашидин аль-махдиин амин баади, вайякума мухдаса и тиль умур, фаинна кулла мухдаса тин беда, вакулла бида тин далала, вакулла далала тин финнар». Сказал посланник Аллаха, когда его спросили, что нам делать, когда случится разногласие, он сказал «Держитесь за мою сонну и сонну праведных халифов и остерегайтесь нововведений». Воистину, всякое нововведение является заблуждением и всякое заблуждение оно в огне. И хадисов с порицанием нововведений очень много. Твой имам Ибн-Ваддах в Куртубе собрал даже книгу, которая называется «Аль-Бида», где привел хадисы, один из салев, где привел огромное количество хадисов и асаров с порицанием нововведений. Поэтому, то есть это противоречие, это вообще куфр, заявление, что можно выносить религию, что хочешь и так далее. Как же понимается тогда этот момент каям Рамадана? И вот об этом я и хотел поговорить. Имам Мухаммад ибн-Наср привел большое количество хадисов, в которых посланник Аллаха Саллаху алейхи вассалям выстаивал Рамадан в Джамаате. Выстаивал Рамадан в Джамаате. Ночные добровольные молитвы Рамадана. Из-за этого то, что в один из дней он вышел и прочитал с людьми Джамаатом добровольные молитвы ночью. И на следующий день люди, с теми, кто был в мечети в тот момент, и на следующий день, когда это сообщение разнеслось, то есть очень много людей собралось, и он не вышел к ним, не вышел читать с ними. И потом наутро вышел к ним и пояснил им, сказал, я к вам не вышел осознанно, потому что я боялся, что эта молитва станет на вас обязательной, что Аллах не спошлет обязательное выстаивание в Рамадан. Поэтому посланник Аллаху алейхи вассалям, он, и то есть много хадисов еще передал Мухаммад ибн Наср, то, что пророк увидел, как некоторые, то есть узнал то, что некоторые мужчины со своими женами читают и сказал хорошо, то есть джамаатам добровольную молитву в Рамадан и сказал хорошо, что они делают, и так далее. Много хадисов привел Мухаммад ибн Наср. Поэтому основа этого деяния, она существовала, она была в Сунне и была известна в Сунне. Однако, что посланник Аллаха не делал, с Аллаху алейхи вассалям, не делал это постоянно, не делал постоянно, иногда делал. Почему не делал постоянно? Потому что было препятствие у него от этого. Он боялся то, что Аллах не спошлет это как обязательно. Со смертью посланника Аллаха, с Аллаху алейхи вассалям, это препятствие, оно ушло, оно исчезло. Все, религия, ее неспосывание завершилось. Поэтому боязни этого уже нет, это препятствие ушло, а основа этому делу в Сунне есть, и нет проблем, поэтому его совершать нет никаких проблем. Это не будет нововведением, не будет дурным, порицаемым нововведением, то есть внесение в религию то, чему нет основы. Поэтому и Умар что сделал? Умар зашел в мечеть однажды, Мухаммад Абн Насар тоже передал с достоверным и с надом, то, что Умар однажды зашел в мечеть и увидел, то есть в одном углу читает, в другом углу читает, отдельно читает добровольно, добровольную молитву, и сказал, что если их собрать на одном чтеце, это будет лучше. И собрал их на одном чтеце, и зашел на следующий день и увидел, как они джематом читают, а не по раздельности, и сказал, то есть сколько хорошее это нововведение. Нововведение здесь, как пояснили ученые, Имам бен Раджаб и многие другие, на введение здесь с языковой стороны, то есть вещь, которая появилась, которой раньше не было. Но основа этому в религии была, просто, как я уже пояснил, не было этого времена посланника Аллаха постоянно. Почему? Потому что было препятствие. С его смертью препятствие ушло, и поэтому нет проблем это делать. Однако не имеется в виду то, что Умар роды Аллаху Анху ввел в религию, что попало, что в ней не было, от себя что-то, да, то есть, как эти занадыка, то есть, читают там молитву Аррагаиб и так далее, которые никакой абсолютно основы нет в религии. И вводят какие-то танцы, зикры и тому подобное, чему абсолютно никакой основы нет в религии. И пытаются, то есть, проводить аналогию между этим и между поступком Умара. И более того, вводят в религию то, что открыто противоречит сотням и тысячам текстов Курана и Сунны, как их калям, которые они ввели в религию, и Аннаулы говорит то, что, то есть, эта наука калям, она из обязательных нововведений, из обязательных нововведений святого, в то время как эта наука калям, она из-за, то есть, она в чем состоит? Логическое доказывание, то есть, сотворенности мира и то, что у него есть Создатель. Но они позаимствовали, то есть, эти логические рассуждения у философов и основы определенные, которые заложены в эти рассуждения у философов. И когда человек идет по этим основам, он должен отрицать абсолютно все качества Аллаха, то есть, его качество сущности и качество действий, которые он совершает по собственному выбору. И поэтому, то есть, они вот этот калям ввели и стали отрицать качество Всевышнего Аллаха, на которое пришли тысячи текстов. И говорят, это хорошее нововведение или обязательное даже нововведение, и сравнивают это с поступком Аумара. Алихи Ридванула. Поэтому нет никакого сомнения разумному человеку, то, что все это батль, все это ложь, и то, что Умар не вносил ничего в религию. Однако, как я уже все объяснил, этому была основа в религии, но пророк постоянно это не делал, по определенной причине, боясь то, что Аллах не спошлет это как обязательное. И то, что он лишь по этой причине воздерживался от этого, указывает на то, что если бы этого не было, он бы это делал, но боялся лишь по этой причине. Она все ушла, это препятствие, и поэтому это будет делать желательно. Поэтому Аллах знают лучше, остерегайтесь этих сомнений и шебухатов.